нагадай свое счастье здравствуйте мои дорогие любимые с вами снова карина захарова таролог мы погадаем на замечательную тему гадание на 7 дней что вас ждет в ближайшую неделю и у нас вам будет три позиции видео всегда актуальный момент когда вы его смотрите даже если она записано много лет назад гадать я буду на таро нефертари это такая золоченая колода и также мы с вами посмотрим прогноз на неделю для каждого из знаков зодиака значит выбираем какие у нас тут взять камушки для прогноза дам то что ж такое всегда роняю камни простите меня извините и так я убираю пока зодиаки в сторону мы с вами будем смотреть общую характеристику недели самочувствие и здоровье в этот раз посмотрим финансы покупки траты взаимоотношения семья работа заняты сюрпризы неожиданности самое значимое событие недели вот такой план вот такой план вот видите таро нефертарио такая от колода интересная и вот эти карты такие золотые да все золотые это мы тоже первая карта покажет вы в сегодняшней жизненной ситуации кто вы что вы и так далее и так давайте вот так значит первая позиция вторая позиция и третья значит горный хрусталь флюорид и красный агат вы в сегодняшней жизненной ситуации вообще вот если вам там ну скучно начало смотреть или еще что-то запомните просто одинаково да что можно выбирать позицию по номеру по сигнификатору или по там камушку там или чем я их украшаю да и также потом сразу переходить допустим на свой тайм-код вот потом на тайм-код своего знака зодиака и вы можете ускорять речь в настройках видео то есть когда смотрите видео вверху такая шестеренка в верхнем правом углу по ее нажимаете там будет вкладка меню найдите скорость воспроизведения и увеличьте скорость до того уровня который вам больше нравится и так убираю последние две карты в сторону и мы с вами начинаем с первой позиции до наш горный хрусталь первая карта в как ваша жизненная текущая ситуация вы солнце солнышко вы наше светлый человечек до добрая душа карта показывает человека у которого пошла волна удача успеха белая полоса светлая полоса жизни удачи сейчас сопровождает вас повсюду во всем открылись может быть канал изобилия денежные каналы солнце вам благоволит вы насыщаетесь энергией солнца может быть там где вы живете сейчас на данный момент очень тепло много солнца много света или вы собираетесь поехать в путешествие чтобы где-то отдохнуть в солнечной стране или там солнечном районе вашей страны карта такая знаете центральная дам она всегда показывает что человек талантливый что ему нравится общаться с людьми что он сейчас настроен на это общение открыт вот распахнул свои объятия миру ну и конечно скорее всего на сегодняшний день высшие силы благоволят решению ваших проблем и трудностей хорошо выкладываем 7 карт 7 карт по порядку наши вопросы я их называла в самом начале видео то есть общая характеристика недели здоровье самочувствие финансы покупки траты финансы покупки траты дальше значит взаимоотношения семья следующая работа занятость да и самое значимое событие недели а еще будет еще одна значит так я чуть-чуть ошиблась значимое событие недели и сюрпризы неожиданности вот что я пропустила сюрпризы неожиданности на все значит криво косо на выкладывали да так давайте немножко вот так хорошо значит начнем мы с вами с повешенного он показывает общую характеристику неделя ну конечно эта карта она всегда говорит о том что человек за неделю может посмотреть на все под другим углом на самом-то деле и соответственно карта и говорит о том что вот вы как-то за эту неделю иначе посмотрите на эту жизнь на ваши жизненные проблемы ситуации трудности на какие-то может быть состояния ваши прошлого до на людей на вашу работу там на вашу семью вообще повешенный вот такой очень интересный персонаж он всегда добровольно жертвует с собой ради других других да или ради своих целей он знает что ни одна цель не может быть достигнута без вложения усилий без энергии без вложения энергии своих там действий каких-то и он как будто бы вот кладет себя на амбразуру для того чтобы что-то в жизни получилось вот так получается что еще могу тут сказать у вас неделя будет как будто бы немножко зависший то есть в эту неделю может мало что происходить в эту неделю может допустим допустим вот кажется что там допустим должно уже какое-то дело сдвинуться да там срочно срочно а она раз и зависает раз и не двигается и вот чтобы она сдвинулась вам придется вот братья его как мешок с картошкой толкать прям двигать тянуть что ли то есть это не вот не само то но само не пойдет это надо прям двигать а вам казалось допустим до этого что ой да все быстренько решим да все вообще получится да еще конечно это как вот терпение надо проявлять то есть неделя подарит вам вот урок терпения и ну не надо пытаться что-то форсировать там ускорять да то есть все равно эта карта показывает всегда что как ты не ускоряй ничего там не получится ускорить так быстро хорошо здоровье самочувствие император император он показывает хорошее здоровье хорошее самочувствие человек полон сил энергии бодрости неделя пройдет под эгидой именно здоровье да вы крепкий человек вот это четко показала карта все бы ничего вот все бы ничего но эта карта она всегда свидетельствует о том что человек может капризничать по поводу своего здоровья няньки мамки несите мне термометр что-то мне кажется у меня тридцать семь и два и вот есть такие люди они очень много стонут по поводу своего здоровья хотя они всегда самые здоровые и переживут вот всех других просто людей да иногда карта говорит об укреплении здоровья возрождение если вы правда были больны то есть да пока капризничать вы можете допустим но на самом деле если на то пошло вы здоровее всех здоровых вот так ладно дальше значит покупки и траты деньги до деньги туз пентаклей ну конечно эта карта всегда показывает что у человека очень сильно прибавляется в деньгах ни о каких растратах она не говорит ну если только вы не совершите сами крупную покупку да тогда да у вас будет растрата этих денег но извините как бы никто же вам это не подарит вы хотите это допустим купить и тогда эта трата не будет для вас там какой-то катастрофической да поэтому я могу сказать что туз пентаклей он четко показывает прибавление в деньгах успех деньгах ближайшую неделю для вас это совершенно точно семья вообще у вас четверка жезлов выпала видите мама папа и ребенок так интересно карта говорит о том что в семье у вас взаимоотношениях будет все стабильно благополучно но если вы человек одинокий вы можете думать мечтать будущем о семье настраиваться на это но конечно еще не так быстро все произойдет то есть за эту неделю вряд ли вы раз и у вас семья появилась дети то есть так быстро не бывает поэтому если вы семейный человек или в паре находитесь да у вас могут быть более серьезные отношения стабильные отношения довольно таки счастливая обстановка в доме в семье там или просто взаимоотношениях да но если вы одинокий человек дает только ну так скажем постановка целей на будущее мечты вот хорошо следующая карта у нас с вами она показывает работу как у вас будет на работе и вышел рыцарь кубков ну конечно рыцарь кубков он показывает что человек занят что человек работает и ему нравится работать ему нравится то что он делает то есть это все действительно очень хорошо и конечно вы идете по творческому пути либо пути своего сердца в жизни рыцарь кубков карта положительная она всегда говорит о том что человек хочет делать то что он делает может быть вы не работаете тогда вы занимаетесь творчеством или просто тем что вам в жизни нравится неважно от чего вы счастливы вы будете это делать еще на работе может быть какой-то мужчина среднего возраста или молодой который проявляет к вам некий недвусмысленный интерес если вы женщина ну а если вы мужчина на работе к вам кто-то да может проявлять интерес а вы от этого впечатляетесь ну то есть какие-то могут быть романы на работе или намеки на это то есть кто-то подмигивает может быть дальше мы спросили самое значимое событие недели семерка пентаклей семерка пентаклей показывает получение результата после длительного ожидания все-таки концу недели вы можете что-то получить ради чего вы работали ради чего вы боролись или вы можете получить концу недели там допустим хорошую зарплату да или там какой-то аванс или может быть оплату за свои услуги вот и так же это может быть и в течение недели но если вы до этого прямо этого очень ждали да и если вы старались ради этого длительное время до этого тогда это может быть в любое время этой недели сюрпризы неожиданности пятерка жезлов с кем-то идет соревнования в виде сюрприза неожиданности мы видим люди на палках бьются ну то есть соревнования экзамен может быть неожиданный срез знаний на работе может быть какая-то проверка кто-то вас экзаменует кто-то проверяет также можете узнать что кто-то с вами конкурирует соперничает либо вас посылают на учебу ну где один на все в одинаковом положении на повышение квалификации может быть также карта может говорить о конфликте ссоре неожиданном для вас как сюрприз да такой раз поссорились но такая ссора она скорее в виде шутки то есть это ссора наоборот для вас открывает очень много возможностей наконец-то мы поговорили наконец-то мы стали откровенны друг с другом и не забывайте смотреть свой знак зодиака а мы идем дальше мы идем дальше так следующий камень флюорит такой голубый зеленый какой-то давать голубой он больше но с зеленым это ли вам все равно и первая карта в каком состоянии вы находитесь иерофант иерофант показывает что вы человек устойчивый уверены более менее в себе вы человек которого уважают в обществе многие на вас ориентируются равняются считают вас своим учителем наставником мудрым человеком хорошим специалистам тем с кем можно действительно по-настоящему посоветоваться и вы дадите правда ценный совет также к иерофанту все приходят на поклон может быть вы где-то начальник или может быть вы человек который кого-то чему-то действительно учит ну как учитель преподаватель профессор там не знаю академик какой-нибудь а вот иерофант может быть связан с медициной мол вот хороший врач вот разбирается или там медсестра спросим совета спросим что будет да какие перспективы ну вот знаете вот что такое и также может быть еще такой момент что иерофант показывают ну просто как знаете как развитого духовно человека мудреца мудрого человека в общем очень такая приятная светлая карта и мне кажется что раз вам выпал иерофант вы очень стабильны устойчивы как человек и вас невозможно уже как ну в чем-то переубедить в жизни так быстро да вообще мне нравится эта карта давайте смотреть тогда ваш прогноз на неделю то есть видно что карта может показывать там стабильный брак там до авторитет в семье еще что-то и так выкладываем 7 карт для вас 7 карт значит общий прогноз на неделю дальше у самочувствие здоровье деньги покупки траты семья взаимоотношения дальше значит у нас так нет все правильно дальше значит у нас работа занятость до сюрпризы неожиданности недели и и самое значимое событие на неделе так и начнем мы с общей карты да то есть карта недели у вас правосудие она показывает что всю неделю от вас потребуется соблюдение каких-то правил законов дисциплины быть справедливым человеком трезво мыслить и также карта показывает что если вы переживать сейчас жизни какой-то конфликт то вам нужно будет принять важное решение то есть сохранять конечно порядочность да но неделя несет разрешение скорее всего до этого конфликта и в какую-то сторону он качнется да и в итоге выровняется все поэтому конечно если вы выйдете из себя вам придется столкнуться со всеми последствиями ну вот этого также карта показывает может быть работу в каком-то государственном учреждении всю неделю или когда человек сильно отдает себя работе деятельности занятости или вы изучаете респруденцию срочные законы той стороны где живете чтобы чего-то добиться достичь а может быть у вас идет судебное дело вот поэтому у каждого конечно здесь проиграется по-разному но это такая карта ну жесткая до жесткая без эмоциональная она говорит о том что вот неделя такая вся вот как ваш иерофан сидит на строне справедливость тоже вот так сидит и взвешивает да и вам придется и вершить как говорится и взвешивать и ничего вы с этим не поделать то есть это нужно все сделать вот как-то так сухо без эмоционально разумно все сделать не вдаваясь в лишние какие-то переживания дальше мы видим здоровье и самочувствие и выпала звезда вы знаете звезда она вообще показывает на самом деле что у человека такое одухотворенное состояние да и возвышенное и вы можете даже в принципе не замечать какие-то ваши там не знаю болезни даже если они у вас есть вы отдаетесь мечтам каким-то о будущем может быть своим возвышенным целям идет в вашем организме как будто бы обновление может быть даже как перерождение какое-то но чаще всего это вот такое состояние вот как красиво все вокруг да как эстетично как приятно может быть вы будете что-то даже разглядывать на неделе рассматривать такое чем вы восхищаетесь или думать об этом и из-за этого у вас будет хорошее самочувствие ну допустим вы пойдете в цветочный сад какой-нибудь и ботанический да также эта карта показывает всякие процедуры красота молодость все что с этим связано да и восстановление здоровья выздоровление очищение может быть гармоничный образ жизни здоровый образ жизни может быть вы на неделе в санаторий поедете да и кроме того что у вас будут сухие какие-то дела вы решите там не знак выходным взять и отдохнуть где-нибудь у воды например и вот эта вода она вас обязательно обязательно исцелит и вам будет как-то ну легче на душе дальше мы видим будут ли вот у вас прибавление в деньгах траты покупки пятерка мечей говорит о том что вы будете из-за денег с кем-то ругаться скорее всего на неделе эта карта она говорит о том что вы даже можете победить в этой руганье но то что вам ваши деньги вот ну как будто придется отстаивать перед кем-то это совершенно точно если вы на неделе собираетесь проводить какую-то сделку видите у вас справедливость то есть да вы добьетесь справедливости но вас попытаются может быть обмануть и поэтому вам нужно все читать все читать потому что это может дойти до жестких разборок каких-то из-за денег вот как бы видите справедливость да она восторжествует видно же что восторжествует но перед этим вот вы можете с кем-то даже поругаться будьте внимательны следующая карта показывает взаимоотношения либо семейные отношения и но она говорит о том что как бы у вас по тройке пентаклей все будет довольно гармонично работа в команде да как бы отношения могут выходить на более серьезный уровень но если вы с кем-то просто дружите это будет дружба и все да если у вас семья там муж жена дети вы будете работать в команде делать что-то вместе на неделе если у вас просто отношения не могут становиться более серьезными вы укрепляете эти отношения все будет ровно все будет хорошо но если вы одинокий человек вы больше отдадите времени работе или какой-то занятости просто ежедневным делам а вовсе не развитию личных взаимоотношений однако по этой карте можно знакомиться для любви но по работе понимаете по работе именно по работе то есть человек может попасться вам именно связанный с работой деятельностью учебой занятостью вот таким все ну вот все что говорит что вот вы каком-то коллективе оказались и в итоге ну вот познакомились и решили сходить ну не знаю на свидание с этим человеком ну вот такая вот интересная карта значит дальше мы смотрим работу работа занятость шестерка пентакли это полная занятость и опять у нас в руках подобие весов вы знаете эта карта опять же связана с равновесием правосудием достижением гармонии и и справедливым распределением если у вас допустим будет на работе конфликт из-за денег то опять же карта говорит вы добьетесь равновесия и распределите все деньги так как это должно быть по справедливости если же у вас не на работе будет конфликт из-за денег не связано с вашей работой занятостью деятельностью там да то шестерка пентакли она может просто показывать по работе ровную неделю соблюдение всех формальностей законов если вы не работаете будьте по дому также вот добросовестно трудиться да какие могут происходить на неделе сюрпризы и неожиданности вышла карта мир мир показывает что может быть действительно приятный сюрприз может быть подарок от кого-то может быть приглашение в поездку или вы сами решите куда-то отправиться и посетить какое-то красивое место может быть это просто путешествие кратковременное может даже длительное может вы решите будущем где-то отдохнуть но сюрприз вот подарок этой недели да вот именно связаны может быть с расстояниями путешествиями посещение интересных мест подарки знаки внимания и иногда даже предложение руки и сердца в очень редких случаях конечно не может такого быть чтобы вся аудитория посмотрев общий расклад получила предложение руки и сердца тем более что многие из вас могут быть женаты замужем и так далее а мужчины и вообще как они могут получить предложение руки и сердца вот и следующая карта показывает самое значимое событие недели это валет кубков и это конечно очень хорошо потому что может быть какое-нибудь не знаю романтическое свидание или знакомство приятный разговор с комплиментами какая-то творческая яркая идея который вы сами удивились паш кубков валет кубков это всегда приятные новости общение с очень интересными приятными нам по сердцу людьми до полет фантазии творчество то есть когда ты раз и увлекся чем-то таким интересным вот видите уже не такая сухая карта есть у вас и более такие приятные мягкие нежные карты поэтому я бы сказала так что конечно не вся неделя с ног до головы сухая по справедливости да но что-то нужно будет выполнить связанное со справедливостью а самое важное событие как раз таки каза касается чувственной части когда может быть вы получили или приятный подарок приглашение на свидание букет цветов мужа то есть все зависит от вашей жизненной ситуации и не забывайте смотреть свой знак зодиака а мы идем дальше итак что вас ждет ближайшую неделю до наш красный агат такой интересный и первая карта ваша жизненная ситуация сейчас это король мечей до король мечей ну конечно карта король мечей это когда человек вот сам по себе может быть авторитетный довольно сдержанный в чувствах крепкий принципиальный сидеть на троне да может быть вы вот такой человек что у вас сейчас дисциплина собранность такая да и все вы как-то вот каждый день похож на предыдущий но зато вы довольны своей вот такой военной выправкой а может быть вашей жизни присутствует мужчина строгий который сейчас занимает центральное место до влияет на вашу жизнь на вашу судьбу может быть это мужчина знака воздуха почему бы и нет козерог или скорпион тоже подходит под описание короля мечей и вот строгий вот прям какой-то строгий такой властный да может что-то решает для вас очень важно и поэтому вам выпала эта карта еще карта король мечей она знаете она может даже показывать злого человека на самом деле но реже дам реже чаще всего это именно человек который не так-то просто допустит в круг своего общения прорваться сложно но все хотят все хотят его авторитетом воспользоваться дам выкладываем 7 карт значит общий фон недели дальше значит здоровье самочувствие значит дальше у нас финансы покупки траты следующая карта любовь семья взаимоотношения дальше у нас работа занятость следующая карта сюрпризы неожиданности недели и дальше самое значимое событие недели смотрите у вас два короля то есть сейчас состояние вашей жизни это король мечей да и и вся неделя под девизом так скажем под руководством короля жезлов то есть если вы женщина какой-то мужчина все равно как как играет вашей жизни важную роль основную роль понимаете и как будто бы ближайшую неделю это совершенно не изменится совершенно ну король жезлов самостоятельная карта значит на неделе будет очень много каких-то предпринято вами полезных действий которые возымеют результат еще вам может кто-то помогать действительно и карта король жезлов она показывает также что идет прорыв жизни идет что-то как позитивное изменение в жизни я бы сказала что вы поднимаетесь вверх даже если вы были в положении там короля мечей но вы все равно идете вверх по королю жезлов то есть вашей жизни еще что-то улучшается и добавляется может быть власти да может быть власти может даже имущество добавляется то есть и все равно идет лучше и лучше энергии все больше и больше да вообще карта показывает что если вы хотите кого-то воодушевить кого-то увлечь за собой то за вами как за лидером могут пойти либо вы все вместе пойдете за каким-то центральным вашей жизни мужчиной вот если перед вами стоит очень высокая цель то вы очень сильно за неделю продвинетесь к этой цели а может быть даже добьетесь того чего вы желаете то есть это прям действительно энергетически мощная заряженная карта здоровье и самочувствие четверка мечей показывает что вы будете настолько много чего-то делать работать или двигаться или может быть обдумывать что-то очень важное а потом применять опять действие потом опять обдумывать вы знаете как суета такая да то вы можете вымотаться энергетически и в итоге устать к концу недели также эта карта может показывать желание поехать на отдых в будущем вы будете всю неделю думать не только о вашей цели о том что вы ее добьетесь эту и о том что когда вы ее добьетесь допустим да то вы обязательно отправитесь отдыхать и по этой карте еще может быть что человек очень скучает по отдыху по отпуску я не знаю или потому что бы проводить время приятно в свое удовольствие они постоянно чего-то достигать следующая карта финансы покупки траты показывает двойку мечей которая говорит о том что вы что-то будете вместе с кем-то делать в плане там зарабатывание денег или даже каких-то покупок у вас как сдвоенность идет партнерство может быть и как вы вкладываете допустим там не знаю в семью например деньги таки там например ваш партнер там или в бизнес вкладываете ваш партнер тоже вкладывать или допустим зарабатываете вы заработали кучку второй человек заработал кучку у вас какая-то сдвоенность да еще карта показывает что по поводу денег могут на неделе идти мирные переговоры которые закончатся хорошо следующая карта показывает взаимоотношения семью это девятка пентаклей она говорит о том что вы будете очень сосредоточены на материальной стороне жизни вас моральная сторона будет интересовать не так уж много но вот допустим по поводу эзотерики духовного развития можете много интересоваться обсуждать с тем с кем вы в отношениях если вы одинокий человек карта говорит о том что вы ничего не поменяете в ближайшую неделю ничего пока менять не будете у вас есть шансы для знакомства но у вас нет сильного желания двигаться в сторону знакомства если вы в отношениях какие-то разговоры по интересам но довольно стабильная спокойная ситуация положительная могут быть подарки работа занятость аж туз кубков выпал на работе будет какая-то очень хорошая новость если вы не работаете в жизни просто будет вашей занятости хорошая новость важная хорошая новость может быть какой-то шанс или очень интересное предложение туз кубков очень положительная карта карта талисман поэтому вам в работе повезет либо вашей занятости повезет на ближайшую неделю мне нравится эта карта когда она появляется все чувства через край человек богат эмоциями поэтому учитывая что еще и девиз недели король жезлов да конечно у вас будет много разных бурных эмоций но чаще всего именно положительных еще по этой карте вам на работе могут случайно признаться в любви или в бизнесе там клиенты или просто сказать о том как хорошо к вам относится сюрпризы недели подарки или неожиданности башня показывает что вы узнаете о том что кто-то что-то строит перестраивает сносит строит новое продает недвижимость покупать недвижимость такое вполне может быть также эта карта показывает что допустим вы узнаете кто-то уволился кто-то развелся на это не обязательно касается что-то вас потому что за неделю такого невозможно но вы можете получить известие до об этом и потом очень ярко обсуждать раз эта карта несет только положительный аспект вы из-за этого переживать не будете это просто для вас ну как бы повод что-то обсудить дальше главное событие недели четверка пентаклей показывает что вы добиваетесь в чем-то стабилизации можете накопить на крупную покупку можете получить хороший подарок но также кто-то может проявить к вам личное рвение и сказать я за тебя держусь вот держусь за тебя нравишься ты мне держусь или не хочу тебя отпускать то есть это будет для вас очень важным событием что кто-то вам об этом сообщает даже если это просто дружба это все равно всегда хорошо ну и смотрите свой знак зодиака и мы идем дальше там итак наши с вами знаки зодиака что вас ждет ближайшую неделю смотрим что вас ждет ближайшую неделю овен одна карта только тут у нас пятерка кубков пятерка кубков показывает дорогие овны что вы будете кого-то на себе тащить потому что самому этому кому-то не пройти да мы здесь видим как значит молодой человек взял бычка тащить чтобы тут не промок по воде сам идет вот вы дорогие овны кого-то прям будете вытаскивать из беды вытаскивать помогать кому-то кто нуждается в этой помощи спасать кого-то всю неделю будете спасать кого-то дорогие овны из беды да вот и этот кто-то естественно потом поблагодарит вас скажет большое тебе спасибо овен что ты меня не бросила и вы действительно и правда многим людям помогаете не бросаете это вот действительно у вас есть такое качество поэтому ваша неделя посвящена помощи кому-то следующий знак с диака телец дорогие тельцы а вас что что ждет в ближайшую неделю тут у нас тройка мечей тройка мечей показывает что кто-то попытается на вас надавить за что-то обвинить осудить и вы дорогие тельцы должны будете ответить вот эта карта она всегда показывает что люди раз у них уже пролилось вот это да что я я тебе что-то там сказал я тебе что-то попытался высказать да они пусть даже через конфликт но могут выяснить этот вопрос который сидел скорее всего человека внутри давно поэтому если вы поговорите с этим человеком да если вы не будете дорогие тельцы ну просто даже скрываться от этого разговора возьмете вот прям и поговорить это у вас с этим человеком произойдет очень сильное сближение а вы уже какое-то время дулись друг на друга поэтому вот идет разряд когда внутренних вот этих состояний ну вот такой ответ тельцам следующий знак стяка близнецы дорогие близнецы давайте посмотрим что вас ждет в ближайшую неделю и вышла карта девятка жезлов дорогие близнецы и вы будете сражаться отстаивать свое вы будете победителем в ближайшую неделю видите есть змея которая подкрадывается и заяц который дает ей отпор хоть он и травоядная но все-таки дать отпор может поэтому вы близнецы дать отпор можете защищайте свои границы свое пространство свое хорошее положение в жизни и никто вам не указ вы проявите силу мощь энергию а еще карта может показывать победу над какой-то трудностью но если вы работаете дорогие близнецы работа у вас не убавиться только по прибавиться и тогда работать придется очень много в ближайшую неделю и неизвестно будут ли выходные поэтому старайтесь себя дисциплинировать если вы так скажем на работе не будете отвлекаться то сделайте все вовремя и тогда выходные у вас будут обязательно но вот такой ответ следующий знак зодиака рак дорогие раки давайте посмотрим что вас ждет ближайшую неделю вышла карта королева жезлов возможно ваша жизнь будет меняться под влиянием какой-то женщины в положительную сторону может быть эта женщина знака огня но также дорогие раки королева жезлов это повышение вашей привлекательности перед противоположным полом это конечно ваша самостоятельность процветание улучшение финансового положения улучшения положения в карьере в работе в труде решение проблем вашу пользу в лучшую сторону и гораздо легче чем вы думали яркость яркая неделя до много положительных чувств эмоции ну и если за вами кто-то будет ухаживать то неделя может оказаться очень страстной и романтичные дорогие раки вот такая у вас интересная неделя мы идем дальше следующий знак зодиака лев дорогие львы что вас ждет ближайшую неделю на что вас ждет ближайшую неделю тот у нас значит рыцарь мечей жизнь понесется вскачь у вас будет очень много событий скорее все разговоров действий суеты может быть приедет какой-то неожиданный гость возможно мужчина могут появляться люди которые рассказывают важные новости передают какие-то сообщения ну и сам по себе прорыв до в жизни рыцарь мечей показывает что если вы проявите упорство вы добьетесь любой цели там повышение в карьерной лестнице победы в любви но не отдавайтесь негативным чувствам дорогие львы потому что рыцарь мечей рубит с плеча и так можно извините испортить какие-нибудь отношения будьте вот в этом плане внимательно не реагируйте на людей импульсивно следующий знак с диак этой дева дорогие девы давайте посмотрим что вас ждет ближайшую неделю и мы здесь видим 13 арка 13 арка показывает дорогие девы что ваша жизнь меняется вы прощаетесь с прошлым и встречаете новое будущее происходит кардинальная трансформация вы должны отпустить прошлое без сожаления и встретить свое новое светлое будущее начинается белая полоса все теперь будет хорошо карта показывает единственное условие для того чтобы все было хорошо не цепляться за старое за старых людей за старую работу за старые мысли за старое жилье а просто идти вперед по дороге жизни ну вот такой интересный расклад для дев следующий знак зодиака это весы дорогие весы давайте посмотрим что вас ждет ближайшую неделю девяторка надшельник говорит о том что ближайшую неделю вы будете углубленно изучать себя или что-то очень важное для вас идти по пути духовного развития может быть интересоваться эзотерикой может быть каким-то учением чему-то обучаться дорогие весы еще неделя будет очень спокойный уравновешенный приятный не будет много событий будет наоборот такое уединенное созерцание также карта показывает что вы можете отправиться в дорогу но эта дорога скорее по каким-то делам духовным может быть вместо силы ну вот такой ответ следующий знак зодиака скорпион дорогие скорпионы давайте посмотрим что вас ждет ближайшую неделю вышла карта девятка кубков ой восьмерка кубков извиняюсь у меня с французскими цифрами сложновато карта показывает дорогие скорпионы что вы можете отправиться в путь дорогу и искать свое счастье конечно здесь человек как будто бы помолился перед дорогой да сейчас собирается что может попросил что высшие силы были к нему с благосклона и собирается в путь карта показывает что вы как будто бы чувствовали себя в какой-то обстановке как не своей тарелке и вы решите что-то изменить в ближайшую неделю найти свое счастье найти свое предназначение найти место где вам лучше может быть что-то поменять в тактике да то есть что вышли к целям но поняли что немножко не так но в любом случае эта карта чаще всего показывает дорогу и путешествия поэтому если вы куда-то соберетесь это будет наиболее ярким подтверждением этой карты вот такой ответ следующий знак зодиака это стрелец дорогие стрельцы давайте посмотрим что вас ждет ближайшую неделю и вышла карта валет жезлов по жезлов карта показывает дорогие стрельцы что неделя будет насыщенной очень яркой по полной может быть даже каких-то новых знакомств общение с людьми хорошие новости интересные двусмысленные по отношению кому-то из вас ой кому-то из вас ну смысле не ко всем стрельцам до части стрельцам вот стрельцов и также карта показывает что если вы в отношениях то вот часть из вас до которые в отношениях может получить импульс в этих отношениях импульс страсти какие-то любовные приключения совместные может быть свидание необычное там подарок или какие-то просто очень интересные эмоции впечатления от отношений еще эта карта показывает обучение чему-то изучение чего-то она может говорить о том что вы интересуетесь чем-то необычным и постоянно развиваетесь дорогие стрельцы ну вот такой интересный ответ положительная неделя следующий знак зодиака это козерогом дорогие козероги давайте посмотрим что вас ждет ближайшую неделю здесь вышла карта колесница возможно вы куда-то отправить путь поедете карта конечно чаще всего показывают переезд поездку путешествия но если вдруг вы совершенно козероги никуда не собираетесь эта карта говорит о победе достижение цели о том что вы не сдавая шли вперед на пролом несмотря ни на что и вы добьетесь своего вообще карта иногда показывает и любовная победа она говорит иногда о прорыве в личной жизни и о том что у человека как будто бы вот спадают с глаз шора да и он видит уже свою ситуацию более правильно более реальным и знает уже точно как себя вести в этих отношениях естественно он ведет себя правильно отношения налаживаются ну вот такая интересная карта следующий знак зодиака это водолей дорогие водолеи давайте посмотрим что вас ждет ближайшую неделю и мы здесь видим королеву пентаклей замечательная карта она показывает что да какая-то женщина в ближайшую неделю может вам в чем-то помочь оказаться действием или будет центральной фигурой в общении с вами но также королева пентаклей всегда говорит о стабилизации и улучшении финансового положения дорогие водолеи конечно неделя будет очень продуктивной спокойной вы будете знать четко каких целей вам добиваться чего вы хотите что вам нужно сделать и будете это делать сильно менять свою жизнь вы не будете но будете расти будете идти вперед конечно кардинального чего-то королева пентаклей не несет но она несет улучшение именно финансов вот что важно и конечно на работе если вы работаете вы приобретаете какой-то ну свой авторитет но такая интересная королева пентаклей следующий знак зодиака это рыба дорогие рыбы давайте посмотрим что вас ждет ближайшую неделю и вышла карта шестерка жезлов победа эта карта показывает что может быть даже в каком-то обществе вас признают непревзойденным лидером и пойдут за вами народ скажет я иду за тобой рыбы вот но также эта карта показывает победу над какой-то проблемой трудностью или победу в любви кстати в любви она действительно предвещает успех страсть до яркие отношения отношения очень положительные взаимные поэтому если вы одинокие рыбы вы можете даже с кем-то начать отношения или по крайней мере как вам кто-то взаимно понравится если вы рыбу в паре конечно это яркие чувства времяпрепровождение вместе сильное улучшение взаимосвязи понимание друг друга взаимность и даже совместные какие-то поездки вообще мне нравится шестерка жезлов она говорит что неделя пройдет под хорошим настроением на подъеме да вы будете чувствовать себя хорошо и все у вас будет получаться ну вот такой ответ для рыб всем спасибо за внимание жду что вы продолжите смотреть мой канал ставьте лайк этому видео подписывайтесь им пока до новых встреч